всем добро пожаловать на наш курс машинное обучение в биологии сегодня будет вводная лекция которая нацелена то чтобы дать вам какие-то определения какую-то интуицию насчет машинного обучения сформировать ожидания что от машину обучения что от курса и чтобы вы поняли доживете вы до конца курс или нет особенно для больных слушателей немного себе меня зовут лёша если вам комфортно можете обращаться на ты я занимаюсь пиономатическими подходами персонализированной онкологии и также учусь в аспирантуре здесь на факультете занимаюсь применением машинного обучения для предсказания качества филогенетической реконструкции и немножко преподаю там сям давайте начнем вот есть всякие термины искусственный интеллект машинное обучение глубокое обучение также иногда употребляется словосочетание глубинное обучение и во всяких там новостях и непрофессиональной литературе они могут путаться давайте немножко определим что и что вот самое широкое понятие это искусственный интеллект это в принципе подходы которые дают компьютерным системам возможность имитировать в каком-то определение творческое поведение которое обычно присуще человеку это довольно расплывчато определение но сюда входят какие-то классические алгоритмы оптимизации функции например там генетический алгоритм алгоритмы принятия решений например mini max есть кто-нибудь из вас знает как самые первые компьютеры которые обыгрывали людей в шахматы работали они работали без всякого машинного обучения именно на таких более классических алгоритмах под группой методов искусственного интеллекта является машинное обучение а также еще одним подмножеством собственного машинного обучения является глубокое обучение которое основывается на определенных нейросетях глубоких нейросетях мы в этом курсе не будем говорить про всякий классический искусственный интеллект а будем говорить именно про машинное обучение и глубокое обучение еще и в применении к биологии но сначала нужно понять что это такое вообще вот машинное обучение она в компьютере значит с компьютером нужно как-то общаться общение с компьютером происходят при помощи программирования а поскольку язык программирования это формальный язык они естественный язык значит задача была должна быть строго формализуемая и должна быть четко поставлены и поскольку машина обучения способ заставить компьютер выполнить какую-то задачу вы должны задачу прям четко определить не нужно думать что машина обучения какая-то там панацея и только произнес это волшебное словосочетание как все решилось нет конечно нужно сначала все строго сформулировать и понять как это запрограммировать компьютеры они не какие-то умные они делают только то что им говорят и вы должны понимать что вы им говорите в чем отличие от какого-то классического программирования отличие в том что здесь задачи очень сложные нетривиальные в классическом программировании вы просто каждый шажочек компьютеру в явном виде указываете сделай то и сделай все если это сделать так пока не выполнено какое-то условие повторяя это а в машинном обучении настолько сложной задачи что вам хотелось бы заставить компьютер выучить какие-то закономерности в данных по вами определенным правилам и уже самостоятельно решать задачу есть такое более-менее формальное определение допустим есть программа и п п латинской смысле есть некоторая задача т есть некоторая метрика качество зависимости от значения которые вы понимаете вы хорошо эту задачу решаете или плохо и говорят что программа п учится решать задачу t относительно некоторые метрики если эта метрика улучшается по мере накопления опыта что такое опыт как правило это число тренировочных примеров то есть количество данных которые увидела ваша программа и давайте сразу посмотрим на примере не волнуйтесь по поводу кода вам не супер нужно в нем именно разбираться в том что написано суть в том что здесь я читаю определенный до датасет что это за датасет сейчас объясню вот он довольно старенькие какие-то 90-е годы собраны в клинике при университете винку висконсина есть не память не изменяет значит есть молочные железы в молочных железах могут происходить опухоли опухоли бывает доброкачественные и злокачественные его женщина приходит к врачу там обнаружили какой-то вот узелочек и врач делает биопсию этой ткани для того чтобы понять это доброкачественные опухоли или это рак ну там тонко игольчатой аспирации но неважно значит этот вот материал клеточки они размазываются по стеклышку и смотрится микроскоп у этих клеток под микроскопом видны ядра и ядра у злокачественных клеток у доброкачественных они отличаются и вот этот датасет это определенным образом автоматически посчитанные параметры ядер клеток из тонкой игольчатого аспирата какого-то образования молочной железе здесь примерно понятно там всякие здесь есть описание что за признаки которые автоматически и как бы из фотографии автоматически были посчитанные признаки засунуты в табличку это мод радиус ядра там какая текстура периметр площадь и так далее здесь все это описано это не так принципиально потом можете почитать детальнее если вам это интересно и вот в машинном обучении принято так что есть матрица объекты признаки объект это строка признаки это столбики каждый объект задается набором признаков то есть что это такое вот у нас есть x это вот табличка и соответственно признак он это отображение объекта на какое-то множество значений признака признаки бывают бинарные да нет там придумайте что-нибудь там человек является мужчиной женщиной в современном мире лучше так не говорить но бывают номинальные признаки категории это какое-то не упорядоченное множество при этом конечно например цвета там зеленый красный белый синий черный это категориальные признаки есть поряд порядковые признаки или ранги это когда наши признаки упорядоченные они это категории то есть там не знаю удовлетворительно хорошо отлично здесь как бы это категории и можно приписать цифру там три четыре пять но в исходном виде это именно категории они числа и они упорядочены понять что одно лучше другого лучше третьего так далее или там например состояние больного там тяжелое очень тяжелое критическое и вот это все такое и соответственно бывает количественные признаки где область значения это там либо отрезок на действительно прямой либо вся действительно прямая рост человека масса человека еще что-нибудь что угодно можете придумать сами и смотрите вот это вот датасет с описанием ядер опухолевой массы вот здесь у нас каждая строка это конкретное ядро каждый столбик это вот эти вот признаки про которые вам сказал не суть важно что это такое что мы хотим научиться предсказывать научиться предсказывать мы хотим как раз по этим признакам являлась ли это опухоль доброкачественной или злокачественной мы днем бинаина нолики единички нолик хорошо единичка плохо и помнить что мы говорили да что задача должна в рамках какой-то метрики при программа должна в рамках какой-то метрики лучше решать задачу лучше по мере накопления опыта давайте проверим вот на этом графике на этом графике на оси x отражено количество тренировочных объектов которые я подавал какому-то алгоритму машинного обучения на оси y показано качество предсказания неважно какая-то метрика мы потом вам про них расскажем качество предсказания доброкачественная это опухоль и злокачественная и видите до какого-то при плату качество росло по мере увеличения опыта то есть чем больше программа видела тренировочных объектов тем лучше она решала задачу то есть согласно этому определению в принципе можно сказать что она обучалась и это мы с вами увидели на конкретном примере то есть мы занимались действительно машинным обучением а что вообще концептуально происходит в таком классическом машинам обучения вот были входные данные которые я вам говорил входные данные это можно сказать микропрепараты гистологической тонко игольчатых аспиратов из молочных желез каких-то женщин потом произошло извлечение признаков в этой задачи кто-то сделает и за нас какая-то вот классическая программа компьютерного зрения оцифровала ядра этих клеток и потом я запихнула все в алгоритм машину обучения он обучился и выдал предсказание на тестовой выборке вообще машина обучения бывает разное и поскольку сегодняшняя лекция она такая пропагандистская чтобы вас в этом всем заинтересовать я перечислю некоторые просто интересные примеры недавние сравнительно громкие успехи машину обучения в биологии ну например все знают про альфа фолд 2 надеюсь может быть все не знают неважно я скажу что такое значит есть задача есть белки да у белков есть последовательность можно прочитать и установить просто последствия аминокислот в белковой последовательности а есть собственно трехмерная структура как это все сворачивается и как это выглядит в пространстве они записаны на бумажке или на компьютере есть очень серьезная челлендж это по последовательности предсказывает структуру поскольку несет биологическую функцию именно структура и ребята из deep mind сделали очень крутую нейросетку вернее это не нейросетка на сами целый комплекс программ там не только машина обучение в нем заложено который делает эту задачу лучше чем кто-либо делал до них концептуально вот берется входная последовательность она определенным образом кодируются также она происходит производится поиск по базе уже известных последовательностей они там друг другом определенным образом сравниваться в информатике называется множественное выравнивание это выравнивание также кодируется происходят еще построение матрицы последовательности то есть просто последовать против самой себя и в ячейках ставится определенные точки это не так важно покажется определенное значение это не так важно что это такое потом это тоже кодируется все это засовывается там определенный блок который называется его форумер и эти так называемые векторные репрезентации данных засовывается в следующую нейросетку которую следующую вернее часть нейросетки которая предсказывает матрицу расстояний между определенными атомами в структуре и насколько я понимаю еще после этого эта матрица более классическими способами до оптимизируется до полноценной структуры если кто-то из вас доживет семинары до 12 если не больше то соответствующий семинарист кто будет он сейчас не присутствует он даст вам поиграться с этой нейросеткой и расскажет более подробно и можно будет по прогонять какие-то интересующие вас последовательности посмотреть как он работает вот на страничке deep mind а они хвалятся вот такими вот замечательными результатами я действительно поразительно то есть эти структуры нейросеть не видела раньше здесь зелененьким показаны экспериментальные данные то есть рентген на структурный анализ как расшифровал но вот например рнк полимеразу определенный домен рнк полимеразы или там кусочек адгезина а синеньким то как прискала нейросетка это действительно поражает вообще насколько это прекрасно и действительно очень большое достижение принижать его точно не стоит но и не стоит слишком сильно восхищаться после иногда если вы полистаете twitter по хэштегу альфа фолд 2 вы можете увидеть вот такие чудовища но есть кто-то из вас биолог или около понимаешь это бред впрочем к чести альфа фолд 2 надо сказать знаете что что она выдает не только структуру не только предсказание но еще и степень уверенности в этом предсказании вот здесь синенькая это наиболее достоверные по ее мнению предсказания а красненько это в то в чем она не уверена и вот как раз в этих вот в этой лапше она не уверена а в каких-то более или менее адекватных под структур ках она уверена то есть ну в принципе это круто но нужно знать как границы применимости еще довольно интересная работа была как машина обучения именно глубокое обучение может применяться для генерации лекарств или для так называемую реперпосинга лекарств это когда лекарство которое было нацелено лечить одно в итоге лечит другое используется для того чтобы лечить другое здесь использовались графовые нейросети и определенные кодировки структур малых молекул с этим по моему мы тоже будем разбираться но тоже где-то там 10 плюс 12 плюс занятия это сейчас просто такой небольшой тизер это обучалась и крутизна этой работы тут на все есть ссылки а у вас есть будут ссылки на лекцию вы можете почитать статьи кто заинтересуется крутость в том что они проверили это не только там по каким-то метрикам в компьютере а они взяли несколько конкретных соединений и проверили их in vitro и in vivo например вот есть такая молекула к холицин она была изначально придумана для того чтобы лечить диабет но диабет она не шибко лечит а они предсказали своей вот этой нейросеткой что у нее есть активность как у антибиотика против определенных бактерий они тут указаны а кинета бактер какой-то и кластре кластридиоиды с они проверили просто на культурах этих бактерий они действительно умирали и там были концентрации более менее адекватные то есть вещество действительно работы как довольно мощный антибиотик и они даже проверили это заражаем мышек этими бактериями а потом излечивая мышек потому что знаете когда что-то просто проверяйте на культуре клеток это ерунда там можно налить соляной кислоты и тоже умру те бактерии а если на мышку на лица лям кислоту то она не вылечится в общем это тоже круто еще применение например ускорение супер юж супер резолюшен микроскопии есть определенные методы как при помощи сложных оптических микроскопов можно получать очень 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 высоким разрешением микрофотографии это там нужно чтобы посмотреть какой визикулярный транспорт очень четко видеть как по микро трубочки ползет что-нибудь визикука с чем-нибудь и так далее но дело в том что этот супер резолюшен он довольно долгий вот если делать просто супер резолюшен то это может растянуться и вы получите не очень много а можно делать супер резолюшен при помощи нейросетей как это происходит ну довольно простая идея вот смотрите вы записываете всю последовательность кадров вашем классическом супер резолюшене нейросетки на обучение даете только небольшой кусок начальной там не за этом 20 минут или сколько вам не жалко ждать среди этого многочасового эксперимента и конечный результат и нейросетка учит закономерности которые есть уже на первых там коротких открыть отрезках времени которые в итоге приводят к очень высокому разрешению микрофотографии и вот есть архитектура нейросетка называется помада анна палм и и делали есть мне не изменяет память где-то в париже по моему институте пастера но возможно в коллаборации с кем-то и она тоже очень здорово работает это получаются достойные результаты и очень сильно экономится время работы микроскопа можно просто больше успеть посмотреть опять же на все есть ссылка после того как пропаганда закончилась давайте поговорим более формальные вещи надеюсь уже хоть как-то заинтересованы может быть кто-то уже начал думать как в его задачи можно применять машинное обучение вот чем машинное обучение бывает разное ее можно по-разному отклассифицировать во первых это супер вайс лорнин это обучение на размеченных данных также называется как обучение по прецедентам и иногда не совсем корректно называется обучение с учителем вернее это корректно просто учителем еще кое-что называется в инфорсмент learning и это немножечко запутывает но неважно тут все понятно есть какие-то данные они уже размечены то есть для них известны ответы поэтому это называется обучение на размеченных данных или по прецедентам есть on super wise learning это обучение на неразмеченных данных также обучение без учителя что лучше не употреблять что это такое когда у вас есть какие-то данные и ваша задача найти в них какую-то структуру при этом вы не знаете что там что такое немножечко гадание на кофейной гуще но чуть более изощренные с точки зрения математики есть обучение на частично размеченных данных или обучение с частичным привлечением учителя когда я думаю вы догадываетесь часть данных для них известен ответ для части не известен ответ и вы используя ту часть выборки для которых у вас есть таргетная переменная то есть именно то что вы хотите предсказывать вы помогаете находить структуру в не размеченных данных и наоборот соответственно то есть выборте которые не размечены она тоже вносит свой вклад в обучение для того чтобы предсказывать перемену интересующий reinforcement learning это совсем другая сфера машинного обучения которая нацелена на то чтобы именно имитировать разумное поведение агента в какой-то среде чтобы компьютеры там всех дотка условно говоря нагибал да или floppy bird какой-нибудь знаете эта игра где нужно прыгать между заборчиков и это тоже соответственно наша птичка это агент среда это вот препятствия и скорость движения экрана и есть определенные алгоритмы которые нужны для того чтобы компьютеры рано или поздно учился играть просто ошеломительно и есть многие другие виды машин обучения self-supervised learning или самообучение и многие многие другие мы больше всего будем говорить про первые два и ну в принципе в машинном обучении не так еще немножечко будет self-supervised немножечко сэм сами супер воист но например в глубоком обучение все эти разбиение не так четки вы впрочем это увидите потом значит давайте более формально что такое обучение на размеченных данных вот у нас есть матрица объекты признаков до признаков описания пространства где лежат объекты есть y это множество запустимых значений целевой переменной принципе ничего сложно дайте еще немножко увеличу и смотрите мы у нас есть предположение что мы вообще можем решить вот такую задачу то есть функция которая отображает признаковое пространство объектов на множество значений целевой переменной то есть мы можем гипотетически хоть как-то попытаться это решить у нас есть обучающая выборка объектов x1 и так далее excel из этого признаковое пространство и для них известны ответы y которые вот принадлежат этому множество значений y что мы хотим найти мы хотим найти некоторую аппроксимацию некоторое приближение этой функции y и это наш обученный алгоритм то есть тоже отображение язык совы y у нас что есть у нас есть метод обучения это такое мил то есть которая отображает нашу тренировочную выборку на множество возможных обученных алгоритмов надеюсь это примерно понятно то есть метод обучения вы ему даете вот у меня есть данные а он вам выдает вот эту да ну функция конечно это некоторое отображение такое и ну да она как-то параметризована в принципе сейчас это не супер важно чтобы вас не грузить например у нас допустим вот есть завели мы какую-то переменную где у нас лежит метод машинного обучения логистическая регрессия про нее попозже расскажем какие есть этапы вообще машинного обучения сначала нужно обучить вот это наш метод обучения вернее это даже не метод это семейство которое мы обучаем у нас есть определенная тренировочная выборка вот мы в питончике делаем fit по в экстрене у нас лежит тренировочная выборка именно признаки в игре трейн лежат ответы мы делаем fit и у нас применился метод обучения и теперь в объекте clf у нас уже лежит некоторая вот это вот функция некоторый алгоритм обученный и второй этап машин обучения собственно применение модели на тестовых данных которые она не видела во время обучения и мы делаем predict от признаков описания тестовой выборки и мы получаем собственно ответ вот это ответ нашего алгоритма некоторые единички нолики поздравляю вы умеете машин обучения на самом деле нет машин обучения не только fit predict и бешеные зарплаты в 300 килорублей в секунду не будут к сожалению вот ml это очень серьезная вещь это и про программирование и про статистику и что мы вообще делали на самом деле сейчас нажимая fit predict мы пытались из выборки сделать статистический вывод о генеральной совокупности то есть оценить плотность распределения вот такого п от y при условии x и это мы можем сделать просто исходя из каких из какой-то статистической интуиции только есть у нас репрезентативная выборка если это вообще по данным можно сделать очень важен дизайн эксперимента и просто нажать fit predict никогда не может быть самоцелью машина обучения она существует каком-то контексте в контексте какой-то задачи которая должна быть формализуемая которая должна зачем-то решаться она должна быть частью какого-то продукта просто обучить модель и ничего с ней делать не нужно это бред зачем это делать даже в науке есть применяется машина обучения в науке вашим продуктом является научное открытие если вы делаете какой-то веб-сервис который что-то помогает предсказывать исследователям там исследователь кладет туда последовательность а получает на за структуру то ваш продукт это вот весь веб-сервис это не просто нейросетка которая там где-то в бэкэнде зашита если вы работаете в компании и вам нужно подобрать оптимальную терапию для какого-то больного никого вообще не волнует какая-то модель главное чтобы вы правильно терапию подобрали и это все нужно учитывать как как вообще выглядит жизненный цикл модели вот в ее окружении есть какая задача зафиксировали вы должны получить данные для этой задачи и есть провайдеры данных то есть это те люди или процессы которые вам эти данные поставляют это называется вот дети эквизишен процесс это наверное одна из самых важных частей после собственно правильной формулировки задачи потому что вот от этого от того что за данные они вам поставляют зависит все дальнейшее есть такой принцип мусор внутрь мусор наружу наружу garbage in garbage out и он железобетонно работает если вот здесь отстой то вот здесь на стадии применения тоже будет отстой смотрите получили вы сырые данные их нужно при процессировать это итеративный сложный процесс вычищение всякого шлака вот вы наверное не знаю представлять к счастью нам не нужно было решать задачу машинного обучения но вы представляете как выглядели ваши формы которые вы в google формах вот отправляли для того чтобы пройти отбор на курс там думаете люди способны написать то что нужно в ячейку это неправда к сожалению там люди писали поразительные вещи когда вы получили подготовленные данные и у вас есть определенный набор моделей которые вы гипотетически хотите проверить способны они решать эту задачу или нет вы эти модели перебираете обучаете получаете модель кандидата на продакшн валидируйте ее если вас не удовлетворяют по каким либо параметрам результаты валидации снова пытаетесь что-то там за оптимизировать и вот так вот перебирать перебирайте пока наконец-то не получаете лучшую модель которая вас полностью удовлетворяет и вот здесь на этапе валидации очень важно понимать что это не просто какая-то метрика что нам нужно вот есть точность 99.99 и это мы хотим а есть точность там 99.95 это уже никакой ворот не лезет но дело в том что если первый алгоритм это супер-пупер огромная нейросетка которой нужен гигантский кластер вычислительный а второе это логистическая регрессия который запускается на телефоне а вам что-то нужно сделать для мобильного приложения вы очевидно выберете вторую модель все нужно учитывать и после того как выбрана лучше модель она вот запускается в какой-то продакшн то есть она применяется оформляется в какой-то продукт и на самом деле это не конец когда у вас есть какой-то продукт вам нужно мониторить это performance модели вдруг вообще мир изменился и данные которые вам поступают новые они уже не такие как были месяц назад и так далее и нужно мониторить это соответственно возможно адаптировать какие-то предыдущие процессы под новые данные запрашивать там организовывать по-другому все это дело дирает руку на пульсе короче говоря машина обучения это сложно и про получение да и при процессе данных нужно наверное подчеркнуть раз это так важно как я сказал что какие бывают данные вот они не бывают прекрасные оформлены в табличку как те тот датасет игрушечные которая показала раньше с ядрами клеток данные бывают неточные что это значит это какие-то погрешности измерения и в науке это регулярно в биологии мокрые эксперименты в лаборатории они не идеально работают в химии физике где хотите есть разнородность данных например вы в этот ваш процесс получения данных оформлен у вас есть провайдеры данных допустим в разных странах из сша вам приходят данные в дюймах с владивостока в сантиметрах это называется разнородные данные вам нужно приводить все к одной системе исчисления одинаковые шкалы и и так далее данные могут быть очевидно неполные там соцопрос человек просто не хочет что-то отвечать и он просто пропустил ячейку мотивация при отборе на этот курс и получил мало баллов данные бывают противоречивые вроде бы у вас одинаковый объект но один на один тоже вопрос ответил по-разному там такое регулярно тоже опять же очевидно тут социологии какая-то социологические примеры но не только данный бывает избыточные это тоже очень важно казалось бы много данных всегда хорошо но не всегда хорошо во первых вычислительно трудно обрабатывать во вторых это если у вас табличка очень длинная а из табличка очень широкая то есть много признаков то там бывают шумовые признаки которые вам будут портить модель очевидно данные бывают недостаточны тут говорить даже нечего опять же это классика в биологии там геном человек очень длинный а набрать там довольно большое количество пациентов или просто там доноров каких-то чтобы просить к ним всех генома и сделать какие-то статистические выводы связи генетики с признаками трудно там нужно определенную хитрую статистику делать это можно что-то пропустить и так далее ну соответственно данные бывают не структурированы что значит вот вы картинку представьте картинку это же не структурированные данные это просто значение интенсивности пикселей там в трех каналах или еще там в двух каналах есть черно-белая картинка они в одном там rgb я имею ввиду и спросит градации серого там текст это структурированная информация только для человека поскольку мы знаем естественный язык но для компьютера это не не структурированная информация и так далее здесь как правило как раз deep learning в помощь а именно нейросетки которые умеют с таким работать поэтому второй половине курса ну или вот какой-то пример это на стек оверфлоу прошлогодний опрос я не помню в этом году они выкатили или нет они делают опросы разных айтишников и вообще людям кто имеет какое-либо отношение к софту просто там куча вот вопросов профессионал это или хобби или кто вообще этот человек или он бывший профессионал уже больше не работает айтишником вот видите некоторые не указывают пол люди могут вообще какую-то ерунду отвечать вот не знаю верите ли вы что человек правду написал про страну сколько раз вы видели фотку в инстаграме от какого-нибудь и вашего знакомого или знакомый где геотек там рай на земле но вряд ли действительно рай был правда поэтому люди ерунду всякую пишут куча пропущенных данных вот это реальные как бы соцопрос который проведен стек оверфлоу и данные не структурированные представьте это все нужно закодировать в циферке если вы хотите предсказывать в итоге например не знаю зарплату человека в зависимости от там количество лет которые он занимается софтом страны где он живет там еще чего-нибудь какие вот фреймворки он использует и так далее вам нужно все это закодировать чиселки и все это нужно предобработать короче говоря знаете есть такой авгии и у него конюшни были их чистить нужно было вот это про это дальше что еще такое это мл мл это на самом деле оптимизация некоторых функций это не только статистикой программирования это во многом оптимизация что-то оптимизация это поиск экстремума функций вот смотрите я вам рассказывал про какие-то там отображения методы обучения алгоритмы выборки и так далее а как мы оценим насколько хорошо работает модель мы ведем такое понятие функции потерь то есть у нас есть l от x x напомню объект а напомню алгоритм уже обученный и соответственно l от этого это величина ошибки алгоритма на конкретном объекте ну представьте там не знаю предсказанную какую ерунду рост реальный рост 175 сантиметров модель предсказала 171 сантиметр мы ведем функцию потерь просто разницу значит или у нас равно 4 сантиметра далее мы можем вести понятие функционала качества также известно как функционал эмпирического риска это средняя арифметическая этих вот функций потерь по всем объектам выборки ну просто один делить на размер выборки и сумма этих элег и что должен сделать метод обучения вот то самое мюн который отображает тренировочную выборку на множество обычных алгоритмов она должна решить задачу оптимизации а именно найти минимум функционала качества и таким образом арк минимум по возможным алгоритмом будет правильным решением то есть это вот чисто в виде задачи оптимизации давайте теперь вот прям конкретно поговорим про еще насыплю биологических примеров для тех кто устал прямо конкретно пойдемся по определенным классам задач и даже под классом задачи смотрите есть задачи классификации как опять же я уже говорил но там вот есть определенный множество значений для признаков есть множество допустимых значений для целевой примет переменной то есть для того что вы хотите предсказать что ваша таргетная переменное есть таргет например переменная принимает значение 01 это называется бинарная классификация примеров куча там опять же не atoms более не более на злокачественное, доброкачественное и так далее. Вернет кредит, не вернет кредит. Все, что хотите. Если область значений — это какое-то множество непересекающихся классов, просто значение от единички до m, способное принимать это переменное, то это называется множественной классификацией. А также классификация бывает множественной, но на m пересекающихся классов. То есть когда объект может быть одновременно этим и тем, но не третьим чем-то. Давайте какой-нибудь пример. Допустим, если у вас классы расположены иерархически. То есть ваш объект — это клетка. Клетка может быть одновременно лейкоцитом, при этом, допустим, какой-нибудь НК-клеткой, но при этом она не является гранулоцитом. Представляете, какие-то вот все пересекающиеся просто множество классов. Вот какие-то такие примеры. Особенно легко это представить, если они иерархически расположены. Так, ну давайте, да, примеры. Какие-то около биологии, поскольку у нас курс в биологии машинообучения. Значит, вот смотрите, был такой нашумевший из Стэнфорда пример. Обучили нейросетку и сделали даже приложение, я правда не помню, оно платное или бесплатное, в каком оно сейчас виде, что по фотографии какого-то образования на коже супер-пупер точно, чуть ли не лучше, чем врачи-дерматологи, предсказывается то, является ли это нормой, доброкачественным образованием или злокачественным образованием. Вообще там решалась задача предсказания на множество классов, там было чуть ли не 700 с чем-то диагнозов, и они обучили сначала вот такую нейросетку, а потом схитрили, отрезали у нее выходной слой и обучили ее решать только вот такую тройную задачу, как я сказал, то есть норма, доброкачественная, злокачественная. Но почему это важно, я думаю, суперочевидно. На ранней стадии понимать там рак это или меланома или что-то такое, или просто розинка, очень важно, поскольку на ранней стадии злокачественные опухолевые новообразования, они могут быть излечены. То есть вырезал и забыл, и живешь жизнь как ни в чем не бывало. А если упустить, то может быть очень туго с дальнейшей жизнью. Но не помню, попробуйте найти и скачать, и попробуйте. Я видел какие-то попытки повторить, там, правда, там каждое применение платное, типа на каждую розинку нужно платить, там 50 центов или что-то такое. Ну, в общем, это супер важно. Вообще, ранняя диагностика онкологии – это ключ к долгой жизни. А, например, множественная классификация на М не пересекается? Да, изначально, вот есть три класса, то есть доброкачественная, злокачественная норма, они не пересекаются. Там, когда они решали задачу классификации на 700 с чем-то классов, там были вложенные классы, поэтому это де-факто было пересекающиеся классы. Но они изменили в ходе, специально они изменили архитектуру, чтобы более простую задачу решать. Обучились сначала на более сложную, потом дообучили на более простую, чтобы ее решать очень хорошо. Ну, еще, например, тоже, извините, у меня профессиональная деформация, все будет практически про онкологию, но ладно, не все. Значит, по фотографии предсказывает, что это за гистологический по типу, ну, например, карциномы легкого. Бывают, например, в частности, плоскослеточные карциномы легкого и аденокарциномы легкого. Это, в принципе, разные вещи. И если там в реальной практике вот диагноз выставляет врач-патолог, который сидит и смотрит на микроскоп глазами и потом пишет, можно ему попытаться как-то помочь нейросеткой. И нейросетка это делала очень хорошо. Вот здесь там, не знаю, есть ли у нас врачи или гистологи или кто-то, кто способен на Х5 понять вот в такой мешанине, сейчас плохой цвет передачи, что-то происходит. Но, в общем, синеньким там нейросетка предсказала луск, то есть плоскоклеточную карциному, а красненьким луат, то есть аденокарциному. Более того, в этой задаче они делали вообще сумасшедшие вещи. Они по гистофотографии предсказывали статус, мутационный статус определенных генов, которые наиболее часто мутируют в раке легкого, что вообще немножко с ума сводит. И как-то скепчиска появляется, не сделали они где-то какое-то читерство. Вообще, понятно, что и бывают гены, мутация в которых очень сильно меняет морфологию клеток, но там были гены такие типа ТП-53, страж геномы, то, что называется, там, СТК-11, Кейрас, еще что-то. И мне не совсем понятно, как эта нейросетка умудрилась это выучить из фотографии. В общем, удивительные вещи. Можете накидать какие-то свои примеры, если там или в голове, или в слух. Ну, это там предсказание ответа на терапию, ответить человек не ответит на терапию, предсказание эффекта какой-то мутации, там, она поломает ген, не поломает, наоборот, усилит функцию гена, изменит функцию гена, статус метилирования и так далее, и так далее. Очень много в мире задач классификации. Теперь задача регрессии. Задача регрессии формулируется, как задача предсказания непрерывной переменной. Уровень дохода, можно предсказывать уровень экспрессии гена, предсказывать там стоимость акции, или там завтра, или еще что-нибудь. Причем, опять же, эта задача может быть многомерной. Вы можете предсказывать не одно значение, а вектор значений. То есть вы одновременно хотите, не знаю, по фотке человека, предсказать его возраст, рост, массу и доход. Представьте, абсурд, но пример. А вот тут какая-то такая не биологическая, но химическая задачка, примерчик. Значит, вот есть энтальпия развала химической связи. Это такой важный параметр, который вообще реакционно-способность вещества как-то определяет. И ребятки обучили там графовую нейросетку на этом всем. И там тоже получается очень хорошее качество, которое достигается намного проще, чем какими-нибудь квантовыми вычислениями или чем-нибудь таким. Вычислить очень сложными вещами. Тоже можете ознакомиться. Это интересная статья довольно. Есть... Какие еще примеры есть? Есть константы полуингибирования для веществ. То есть при какой концентрации некоторого вещества, некоторый белок будет работать только наполовину своей мощности. Константы диссоциации. Опять же, уровень экспрессиогенов я рассказывал. И так далее. Тоже повсеместно используемые задачи. Задача ранжирования. Ну, она такая. Биологически тоже встречается, но уже менее часто. Я даже в статье сюда какие-то примерчики. Летают тут всякие мухи. Какие-то примерчики не накидал. Но там самая известная задача ранжирования, я думаю, вы догадываетесь, это что делает Google. Google – это порядок поисковой выдачи. То есть, и там довольно хитрые методы используются. То есть, вы набираете какой-то запрос, и Google видит, что вы... Очень много людей по этому запросу тыкали в пятую ссылку, они в первую. И он там доработает так, чтобы эта ссылка вылезала первая. И он должен по запросу, соответственно, упорядоченное множество ссылок вам выдать. В биологии тоже можно представить, вот представьте, группа риска пациента. Вам пришли какие-то данные о пациенте, и вы хотите стратифицировать, в какую он попадет в группу риска. Не знаю, у онкологического больного вырезали опухоль, что-нибудь прогенотипировали, и отнесли его в какую-нибудь категорию. Низкий риск, что у него будет рецидив через 5 лет, средний, высокий и так далее. Ранжирование терапии. Да, опять же, для какого-то конкретного пациента по его генетическим данным отранжировать, и по диагнозу, конечно же, отранжировать, какая терапия будет наиболее подходящей. То есть, тоже есть. Вот еще очень хитренькие задачки в биологии, которые, ну, в принципе, можно отнести к какому-то из классов, но я их отдельно покидал, честно, для иллюстрации. Вот есть такая процедура base calling. Что это такое? Значит, у нас есть ДНК. ДНК можно читать. Этот процесс называется секвенирование. Секвенирование бывает очень разное, бывает очень хитренькое. И вот есть такая компания Oxford Nanopore Technologies. Она секвенирует единичные молекулки. Ну, в общем, суть в том, что секвенатор, это машина, которая читает последовательность, она вот такую фигню записывает. То есть, да, какой-то сигнал. И из этого сигнала нам нужно, вообще-то, узнать последовательность буковок мономеров ДНК, там, АТ, ГЦ. Эта задача называется base calling, то есть преобразование исходного сигнала секвенатора в последовательность нуклеотидов. И там этот серьезный челлендж, особенно вот для таких очень современных методов, которые там работают с единичными молекулами, например, они очень шумные, там очень много ошибок, и частично эти ошибки пытаются снизить путем наворачивания очень хитрых нейросеток на вот этот механизм преобразования сигнала в буквы. Важный челлендж. Еще важный челлендж. Суперрезолюшн, но не для микроскопов, а для Hi-C. Hi-C — это такой метод, который позволяет вам понять расположение ДНК в пространстве, то есть структуру хроматина определить. ДНК в клетках упакованы хитрым образом, не совсем случайным, и, соответственно, есть определенные методы, как это можно пытаться померить, что там близко к чему, какие участки рядышком, какие далеко. Вам нужно для этого сделать определенные процедурки в лаборатории и опять же посеквенировать. Во-первых, это не самый дешевый эксперимент. Во-вторых, ну да, вам просто может быть мало данных. Во-вторых, секвенирование может быть с разной степенью глубины. Это такой вот параметр, насколько вы хорошо прочитываете участки ДНК, насколько глубоко, то есть сколько раз вы прочитали каждую букву. И этот параметр напрямую завязан на стоимость секвенирования тоже. Если у вас мало повторов и маленькая глубина секвенирования, но вы очень хотите узнать структуру хроматина, можно попробовать поиспользовать нейросетки. Значит, здесь они делали очень качественные эксперименты Hi-C и получали матрицы высокого разрешения, потом определенным образом их портили, как бы делали искусственно low-resolution, а потом просто, ну опять же, обучали вот нейросетку, ей кормили на вход low-resolution, а на выход требовали high-resolution и научились делать вот что-то такое, да. То есть, представьте, ну здесь, наверное, не очень хорошо видно, потом можете почитать саму статью. Вот это вот вход для нейросетки, очень низкокачественные данные. Вот это как они должны выглядеть, а это, как предсказала нейросетка, просто имея вот эту. И это очень неплохо, это опять же позволяет там сэкономить на экспериментах или там из каких-то, казалось бы, испорченных ну там данных хоть что-то найти. И это тоже круто, это тоже такой вот какой-то челлендж именно фундаментальный, я бы сказал, на котором бьется определенное количество групп. Ну, можно. Много кто-то что делает в этой теме, Есть методы секвенирования РНК единичных клеток single cell. Там есть такая проблема, что из там 20 с чем-то тысяч генов, которые есть, допустим, у человека, если вы человека секвенируете, конечно, там в каждой отдельной клетке ну видно несколько тысяч. и что это значит? Это значит, что другие не экспрессируются или значит, что вы другие просто из-за технических ограничений в эксперименте не увидели. И есть вот задача, называется missing data imputations, то есть это вы должны пропуски в данных заполнять. у вас есть матрица вот допустим клетки, гены на клетке и это можно как-то более-менее аналитически решать, то есть для одинаковых популяций клеток просто там заполнять пропущенные значения средним или еще как-нибудь, а можно там сделать, конечно же, прикрутить нейросетку и допустим просто генерировать эти данные при помощи генеративной нейросетки, которая по сути генерирует вот такую вот картинку. это такая вот в каком-то смысле цветная матрица у вас есть просто как будто пиксели и можно сюда прикрутить нейросетки, которые исходно были сделаны для того, чтобы генерировать всякие красивые картинки несуществующих людей или там несуществующих птичек и так далее. Называется ганы, мы про них конечно же расскажем в курсе. Обучение, перейдем к обучению на неразмеченных данных, на размеченных уже мы считаем мастера что это такое? Вот я вам на бытовом уровне уже говорил, это нужно просто найти какую-то структуру в данных, что там вообще происходит, помогите. И вы уже чувствуете, что тут формулировка не такая строгая, и это как бы звоночек на самом деле на то, что когда вы читаете какую-то статью, где применяете эти методы, или применяете сами, убедитесь, что автор или вы не видите то, что вы хотите там видеть, потому что можно что-то подкрутить и увидеть желаемое вместо действительного. Статистически выражаясь, эти методы в некотором виде представляют себя оценку распределения генерирующего данные, Data Generating Distribution. В общем, здесь какие есть подклассы задач. Самый, ну ладно, может не самый уже, но один из самых распространенных это кластеризация. Как она ставится, формулируется? У нас есть только X, то есть признаковое описание объектов. дана выборка и допустим, ну в большинстве задач определена тоже дана либо определена исследователем, он ее может выбрать, то есть она каким-то образом зафиксирована, функция расстояния между объектами. То есть это отображение как бы пары объектов на какую-то вот на луч закрытый, действительно прямой, да, то есть ну расстояние, может быть ноль, может быть больше нуля. Я думаю, вы знаете такое расстояние. Что мы хотим найти в такой формулировке? Мы хотим найти Y, некоторое множество кластеров и вот алгоритм, который отображает объекты выборки на это множество кластеров. И мы хотим какие-то вот такие невнятно сформулированные вещи на самом деле, чтобы объекты внутри одного кластера были похожи в каком-то понимании, объекты в разных кластерах были не очень похожи. Ну, вы догадываетесь, что тут пространство для мошенничества? Я надеюсь, что я вам это сказал и вы будете там научные статьи читать скептически и вдумчиво. Про кластеризацию мы, конечно, вам расскажем потом, как делать так, чтобы результаты получались более-менее надежные. Какие примеры? Ну, самый классический пример это филогенетическая реконструкция. Что это такое? Это когда мы хотим по данным об биологических объектах восстановить их эволюционные связи между собой в виде дендрограммы, то есть дерева, где родственнички ближайшие находятся рядышком, а дальние родственнички подальше. Я думаю, вы узнаете, может не узнаете, но в общем это дерево коронавирусов, там всякие вот эти марс SARS-CoV, который был первый, SARS-CoV-2, который есть сейчас в масочке вакцины. Ну, самый классический, например, это просто рутинная задача в биологии, в биоинформатике, она постоянно применяется, там, чтобы происхождение вирусов, ДНК-баркадирование, чтобы поймали живность какую-то, там чуть-чуть отсеквенировали, построили дерево, поняли, что это было, какой-нибудь антропогенез, да, там, вот, происхождение человека, то есть, деревья строятся регулярно, в такой классической не очень биологии. Еще есть довольно хитрая задача кластеризации, это опять же, из области онкологии, есть, значит, опухоль, ее ДНК отсеквенировали. Что это значит, вообще изначально, значит, что все это порубили в кашу, выделили ДНК, ДНК тоже пофрагментировали и потом прочитали все, что было. Вы не знаете, что было в каждой конкретной клетке отдельно. А опухоли это такие сложные, очень популяции клеток, внутри которых на самом деле есть субпопуляции. Опухоли, они постоянно эволюционируют, это такая взбесившаяся часть человека, там, или животного, или даже растения, опухоль бывает у растений, которая стала вот просто независимым куском и постоянно эволюционирует. И, значит, как я сказал, есть разные субпопуляции клеточек, они несут немножко разные мутации. У вас есть данные просто вот про число ридов, вот фрагментики, которые вы прочитываете в эксперименте по секвенированию ДНК, называются ридами, у вас есть просто число ридов, которые не несут мутацию конкретно, абсолютно, на конкретную позицию в геноме и число ридов, которые несут мутацию. И у вас есть, значит, такая матрица просто, позиция в геноме и для нее известно просто там два числа. Число нормальных ридов, число мутантных ридов. И вам нужно из этих данных путем кластеризации попытаться восстановить именно структуру субпопуляции клеток в исходном образце. Это очень нетривиальная задача, и она в том числе решается иногда определенными методами кластеризации при помощи восстановления плотности распределений. То есть, есть определенные мутации, которые есть во всех клетках опухоли, они называются клональные, и мы видим, вот они так сильно группируются, и тут есть очень большой пик в этом распределении. Есть определенные субклональные мутации, которые присутствуют в определенной подфракции опухолевых клеток, и они формируют другие пики. И вот нам нужно эту смесь распределений разрешить, то есть понять, что относится к какому распределению. Очень хитренькая задачка. Есть еще задачи без учителя, задачи на неразмеченных данных в биологии, это задача снижения размерности. В основном она применяется для визуализации, но в принципе не только. Но представьте, что у вас есть данные, например, размерность которых 20 тысяч. Вот мы живем там примерно в трехмерном мире, кажется, а это 20 тысяч мерный мир. Но вам нужно увидеть его глазами. Значит, здесь решается задача снижения размерности. То есть это нахождение оптимальной проекции из многомерного пространства в пространство более низкой размерности так, чтобы не потерять взаимоотношения между объектами в исходном пространстве. Ну вот, например, здесь на рисунке применены два метода снижения размерности к данным сингл-селл-рнк-секвенирования. То есть, у единичных клеток были померены экспрессии всех генов и, соответственно, потом как раз генов у человека примерно 20 тысяч, и из 20 тысяч мерного пространства это было спроецировано двумерное пространство, а потом покрашено по типам клеток. Ну, иммунологи, если тут такие есть, они поймут вот эти буковки. Что это все означает? Определенная популяция лимфоцитов. Ну, и видим, что в принципе они как-то группируются плюс-минус в этих рваных кляксах, и что значит, наверное, эти клеточки как-то отличаются. Иногда исследователи делают какой-то метод снижения размерности, а потом делают кластеризацию и пытаются какие-то выводы из этого делать. Это иногда тоже читерство. Тут очень просто получить желаемое вместо действительного. Есть такая вот задача еще детекция аномалий. Это, с одной стороны, ее можно решать через одноклассовую классификацию, с другой стороны можно пытаться... Ну, почему это обучение на неразмеченных данных? Потому что аномалий очень мало, мы, в принципе, их не видели. Вот есть какой-то параметр и вы отслеживаете... Извините за такую картинку, конечно, убогую. И вот он во времени как-то в каком-то не очень широком коридорчике играет, а потом произошел бынц, и вы такого раньше не видели. Как вы можете научиться понимать, что это аномалия? Ну, на самом деле, есть способы, про них тоже будут некоторые. Ну, например, можно, например, так. Чуть-чуть будет. Соответственно, какие тут могут быть задачи, да? Ранняя детекция поломок каких-то приборов там на самолетах или еще на чем-нибудь. Там вы меряете кучу всяких вещей, сопротивление, температура, какие-нибудь там интенсивности, вибрации, еще что-нибудь, и понимаете, что пора бы сервис сделать. Но, в принципе, на самом деле у нас необязательно это во времени должно быть. Ну, да, да, да. Самолеты много летали, поэтому, в принципе, да, ну, мало ли, новая модель самолета вышла. Там новая деталька, которой нигде не было. Ну, то есть, можно придумать такого. Ну, да. Потом не знаю, насколько разные авиакомпании между собой делятся этими данными. Это одна авиакомпания должна налетать и кучу поломок увидеть, чтобы нормально так репрезентативную выборку собрать. На самом деле, это необязательно временной ряд. Вот была статья, в принципе, неплохая, что можно какое-то болезненное состояние воспринимать как аномалию, например. Да, вот здесь они взяли транскриптомы, то есть, это транскриптом, это совокупность там всех, всей экспрессируемой РНК, ну, соответственно, там в численном виде они взяли значение экспрессии всех генов, нормальных, только нормальных тканей, на этом обучили вот кое-какой механизм детекции аномалий, обращайтесь в статью, и таким образом увидели, что, беря на вход, например, опухоли в образцы, можно предсказывать их как аномалию, то есть, и аномалию конкретной ткани, и взять там много образцов желудка, а потом взять какую-то анденокарциному желудка, то образцы аденокарцинома желудка будут определяться как аномалия желудка. это не то, чтобы, на самом деле, это скорее фундаментальной точки зрения интересная статья, потому что в клинической практике это, ну, так не делать, так не ставить диагнозы. Там, если опухоль желудка, в эндоскопе уже видно, что там что-то не то, берутся биопсии и смотрятся просто на стеклышко. Никто не будет там ради такого тонкого диагноза, ну, такой тонкой диагностики делать транскриптон. Это просто интересная статья, и ой, мы подобрались к концу, как быстро, но, впрочем, ничего страшного. Последний, по-моему, пример, если мне память не изменяет. Это тоже очень интересная работа. Вот есть, значит, много генов, про которые уже известно, что в них определенные мутации являются патогенами. При каких-то определенных мутациях в гене TP53, который кодирует белок P53, там может развиться какой-нибудь рак. Известно, что в каких-то определенных мутациях в гене ПТН или еще каких-нибудь тоже там болячки растут, к сожалению. Но для огромного количества, вот, не знаю, представьте себе, белок длиной тысяч аминокислот, всего бывает там как бы 20 разных аминокислот, и в каждой из позиций у вас сколько может быть мутаций, посчитайте. И, разумеется, они не все описаны, не все присутствуют в базах данных, потому что их число больше, чем суммарное число атомов, видимой вселенной. Поэтому нужны какие-то алгоритмики, предсказания патогенности мутаций. И в этой работке довольно интересной, они предложили кое-какой эволюционный подход, то есть для каждого они выбрали какое-то количество важных белков, вот как раз ПТН, П53 и прочее, выровняли их с аналогичными гомологичными гомологичными генами в каких-то наших ближайших родственниках млекопитающих и так далее, обучили на этом так называемый боецовский вариационный автоэнкодер, про это мы тоже расскажем в блоке про нейросети. И автоэнкодер, давайте все-таки нужно это рассказать, это такая модель, которая тоже делает снижение размерности, но довольно хитрым способом. Вот представьте картинку, вы берете картинку там 256 на пропускаете ее через автоэнкодер, который выглядит вот так, вот сначала у него много слоев, потом бутылочное горлышко, где всего несколько нейрончиков, а потом обратно он расширяется, много слоев, и он должен выдать ту же самую картинку, то есть модель должна научиться картинку сжимать вот в это бутылочное горлышко таким образом, чтобы из этого она могла обратно восстановить исходную картинку без больших потерь качества. Здесь и, соответственно, вот это вот бутылочное горлышко, то есть значение, которое там принимают функции активации нейронов, можно применять как низкоразмерное представление исходных данных. Здесь они закодировали выравнивание последовательностей белков и посчитали кое-какой эволюционный индекс. Опять же, в рамках текущей элекции это не супер важно, которое вводное, но он имеет там какой-то эволюционный смысл. Если вы знаете, что у всех приматов, всех млекопитающих в какой-то позиции есть буковка А, то есть аланин, и очень редко она меняется на какие-то другие буковки. Например, на какую-нибудь буковку В она меняется в одном проценте случаев, а на остальной буковке не меняется вообще, вы можете догадаться, что это очень важно, чтобы в этой позиции была не очень большая гидрофобная аминокислота. И потом они увидели, что среди известных уже патогенных и непатогенных мутаций можно выделить два пика распределений этого эволюционного индекса, полученного путем из бутылочного городского автоэнкодера. И просто применив очень тривиальную модельку для разделения смесей распределений, которые я уже упоминал в другой задаче, они таким образом расклассифицировали огромное количество неизвестных мутаций для ряда генов. и они вот этой моделью прекрасно повторили уже имеющиеся данные, то есть там все, что там предсказывается патогенным, они патогенному и предсказали, даже то, что они не видели в обучении. Но еще они как бы разнесли очень много неизвестных мутаций, и было бы, конечно, интересно каким-то образом проверить на практике. Там, не знаю, хотя бы на клеточных линиях еще как-то искусственно делать определенные мутации, смотреть фенотип клеток. да, я тут цитатку из этого работы какую-то красивую привел. Что пишут? Значит, естественное распределение белковых последовательностей, которые мы видим среди огромного количества организмов, это результат миллиардов лет эволюционных экспериментов. Смоделировав это распределение, мы в неявном виде ловим ограничения на последовательности белков, ну, ну и все, в принципе, неявное ограничение на последовательности белков, что это значит, что, да, можно там точно сказать, что в такой-то последовательности такого-то белка не должно быть таких-то аминокислот, иначе будет вот. В принципе, наша водная лекция закончена. Редактор субтитров А.Семкин, Корректор А.Егорова .